об этих подкормках огурцов томатов перцев особо не хотят рассказывать опытные садоводы огородники здравствуйте дорогие зрители моего канала июль перешел за свою середину а это значит у нас уже выросли огурцы и мы теперь можем смело смотреть чего им не хватает если они как лампочка становятся а возможно сохнут листья сейчас разберем расскажу подробно и вы будете знать как помочь своим огурцам томатом перцем кстати не зря говорят готовь сани летом скоро у нас начнется сбор урожая также в лесу можно будет пойти на собирать грибов или каких-то лечебных трав если к вам приезжают дети внуки или вы просто любите порадовать себя вкусным йогуртом или пастилой это видео обязательно досмотрите до конца ну а теперь начнем начале с подкормок первая подкормка это конечно же зола это удобрение не нуждается в особом представлении практически каждый дачник с ним знаком ее можно использовать на любом этапе роста огурцов для продления сроков плодоношения ее использовать невероятно просто достаточно небольшое количество золы насыпать под корень растения а потом провести процедуру полива результат вас приятно удивит компост лучше всего в июле использовать компост в качестве мульчи это позволит защитить корневую систему растения проконтролировать процесс насыщения влаги и дать полноценное питание но и конечно же калий можно приготовить отличную подкормку которая позволяет огурцам проще пережить неблагоприятные погодные условия и укрепит иммунитет необходимо в ведре растворить большую ложку сульфата калия состав используется для полива в обычной аптеке покупаем глицерин и одну чайную ложку выливаем в литр воды далее все это дело перемешиваем и можно заправлять в пулевизатор опрыскивать по листу а также друзья мои можно поливать по корню повторить такую подкормку можно через две недели ко мне сегодня приезжают гости и надо чем-то угостить оригинальным посмотрите какие вкуснейшие мясные чипсы я приготовил в магазине кстати они стоят сумасшедших денег но их можно приготовить дома а как это я сделал я вам сейчас все быстро и подробно покажу берем сочный кусок мяса если есть прожилки или сало обрезаем аккуратно его далее нарезаем на кусочки толщиной не более полу сантиметра теперь нам остается все это дело замариновать раскладываем мясо на противень в начале я наше мясо посолил потом берем черный молотый перец и сверху добавляем тоже немножко его по вкусу еще было у меня мясная приправа она тоже отлично подойдет к нашим мясным чипсом ну и в конце соевый соус куда же без него добавляем немножко его в наше мясо оставляю в холодильнике на три часа чтобы замариновалась вот такая красота получилась ну а дальше вступает в работу наш помощник от фирмы оберхов дегидратор фрэч струкнер c72 электрическая сушилка оберхов предназначена для сушки овощей фруктов ягод грибов корнеплодов трав и зелени а также мясо и рыбы хлеба в сушилке установлен мощный нагревательный элемент и вентилятор большого диаметра обеспечивающие равномерное распределение нагретого воздуха благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально в комплекте с дегидратором идет три подноса с бортиком предназначаются для приготовления тонкой и толстой пастилы также три сетчатых подноса для сушки сыпучих продуктов ягод и трав а также для любых мелких кусочков и конечно же 10 поддонов из нержавеющей стали дегидратор оберхов оснащен сенсорной панелью управления можно установить температуру сушки в диапазоне от 35 градусов до 80 сушилка оснащена таймером до 24 часов работы с шагом 30 минут приятным бонусом будет книга с рецептами фирменный сборник с более чем 60 рецептами сушки хранения а также приготовления вкусных десертов вы без труда сможете приготовить пастилу а также вкуснейшие йогурты прошло около трех часов теперь нам остается дело за малым разложить наши мясные чипсы на противень надо раскладывать так чтобы мясо не соприкасалось и было расстояние друг от друга не менее 1 сантиметра мясо разложено теперь вставляем наши решетки в дегидратор оберхов и выставляем нужную нам температуру и время на панели управления есть руководство по сушке мясо рекомендуют сушить при температуре от 65 до 70 градусов цельсия ну а время сушки зависит от толщины которой вы нарезали мясо рекомендуемое время от 5 до 6 часов прошло 6 часов достаем наши мясные чипсы и смотрим что у нас получилось отличные чипсы великолепно выглядят а самая большая ценность этого продукта что он практически не задержит углеводов поэтому отлично подходит тем кто ведет здоровый образ жизни ну а где я покупал дегидратор c72 оберхов ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к этому видео а